здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж мы снова с вами в венеции как я часто говорю если вы оказались в венеции и идете так же как им большинство туристов по указателям старайтесь сворачивать влево или вправо на шум воды вы должны выйти так или иначе к большому каналу и выйдя к большому каналу вы очарю очаруетесь венеции раз и навсегда вся красота сосредоточена на большом канале потому что все самые красивые здания исторически строились на большом канале самые богатые семьи позволяли себе виллы дома в венеции конечно же которые обращены были к большому каналу я часто показывают дома венеции мне удалось заснять несколько подъездов сейчас я покажу вам двор жилого дома это не заброшенный дом он находится рядом с площадью рядом с церковью 12 апостолов по легенде я рассказываю показывал эту церковь эта церковь была построена там где были замечены 12 аистов надеюсь я на русский язык корректно перевела название этой птицы и вот таким образом было видение было указано место человеку который в итоге и строил эту церковь спонсировал ее и это жилой дом каждый раз когда я смотрю на подобные здания на вообще дома в венеции на окна жилых домов венеции я всегда задаю себе вопрос и часто его озвучиваю вам мои зрители хотели бы вы жить в таком доме вот я всегда отвечаю нет я бы не хотела жить в венеции венеция прекрасна для меня хотя она очаровала меня не с первого раза но я понимаю что жить в венеции жить в тех домах которые фотографируются которые привлекают огромное количество внимания которыми восхищаются огромное количество людей вот жить внутри такого дома мне бы не хотелось возможно вы знаете возможно нет но вообще по всей италии чтобы сделать ремонт в здании которое признано историческим это очень сложный процесс это очень затратный процесс на самом деле просто проводку поменять уж тем более расположение проводки для этого потребуется огромное количество разрешения очень часто эти дома внутри выглядят достаточно печально потому что либо нет денег на определенные модификации на определенные изменения либо процесс такой сложный что люди годами живут с не отремонтированной розеткой с допустим проводом который нужно просто в другое место провести и там сделать допустим свет на самом деле это отдельная отдельная история для таких домов жить в них лично мне бы не хотелось хотя я всегда с удовольствием бываю внутри хотя бы подъезда если если такая оказия случается никого не хотелось как так Вот так может быть очень-очень долго. Венеция, она в том числе такая. Работы кажутся приостановлены, кажется, что заброшены, но очень часто элементарно не хватает нужного разрешения. Помните, я показывала вам ребят в Зелиде де Езело, темнокожих, они продавали браслеты. Я как раз таки вспоминала вот этот бизнес, который был очень развит в свое время в Риме, наверное, во всех туристических городах в Италии. Когда тебе предлагают розочку в подарок, как правило предлагают женщине, которая идет со спутником. Вот просто чтобы женщине розочку подарили, такого я не встречала. Посмотрите, сейчас торговец цветами подошел к паре, положил розу. В итоге парень купил розу. Насколько я знаю, никогда не покупают, никогда не платят, потому что все понимают, что это элементарно нечестно, потому что тебе дарят розу, тебе дарят браслет и говорят, что это подарок, это present, это regalo, regalo, подарок, подарок. Но в итоге потом просят один или два евро. В итоге девушке предложили еще одну розу, вот она в руках как раз таки осталась у торговца розами, сейчас он ее положит в букет. И могу сказать, что вторую розу ему не удалось продать. Я вообще очень долго наблюдала за этим торговцем цветами, по-моему, он меня заметил. Я на самом деле, как я и рассказывала, вот венецианцы очень доброжелательны, вообще итальянцы в большинстве своем. У них нет вопросов, когда их снимают. Они, в общем-то, привыкли к тому, что их страну и их самих постоянно снимают, но я побоялась, что вот как раз таки этот торговец может создать мне проблему и какую-то угрозу мне представлять. В итоге потом я перестала за ним наблюдать, хотя мне было очень интересно, сколько же цветов он продаст. При мне он сумел отдать два цветка. Меня привлек парень, потому что это венецианец. Я всегда люблю наблюдать за коренными жителями Венеции, за итальянцами, итальянками, которые заходят в свои дома. Вот у меня все время возникает вопрос, вот как, как они живут, как это ощущать себя. Вот почему-то, когда я время была, у меня такого вопроса не возникало. Хотя, наверное, тоже. Я вот помню, мы сидели в одном ресторане, возник у меня вопрос, как жить вот в таком историческом центре. Ну что ж, я пошла и увидела очень красивый отель, внутри которого мне разрешили заснять. Этот отель мне понравился, мне захотелось его вам показать. Я, кстати, достаточно долго ждала разрешения, минут, наверное, 20 там договаривались и переговаривались люди, потому что это традиционный венецианский дворец. В нашем понимании дворец это всегда что-то большое, но на самом деле дворец это просто здание, это просто жилое помещение для какой-то, и в данном случае, возможно, не очень богатой семьи, потому что это здание, оно не находится на большом канале. Но вот оно очень характерное для Венеции, и несмотря на то, что внутри отель, можно судить о том, какие дома были раньше. Большой зал, большая парадная, большой зал, широкая лестница. Лестница меня впечатлила, она очень широкая. Поднимаешься на второй этаж, часть окон выходит на задворки. Такие, которые нам даже с вами сложно представить. Наверное, только те, кто из Питера меня смотрят, могут понять, что такое задворки, как это бывает, когда туда выходят окна. Администрация отеля была очень любезна, мне разрешили везде заснять, но была уборка, поэтому я вот прямо-таки совсем-совсем чуть-чуть отвлекла людей. Вот такой вид на задний дворик. Часть окон, повторюсь, выходит на канал. Подобные здания со временем превратились в отели, либо стали многоквартирным домом, многоквартирным подъездом. Вот на самом деле история везде в Венеции. Вот этот отель, вы знаете, отель мне понравился. Четыре звезды находятся не в центре, но очень-очень атмосферные. Мне случалось жить несколько раз в отелях Венеции. Мы тогда бронировали отель еще через Россию. Мы жили тогда в России. Могу сказать, что в обоих случаях это были очень неудачные бронирования. Неудачные отели, несмотря на то, что это были пять звезд, находились прямо-таки на площади Сан-Марко. Вот я помню, что мне не очень понравился этот отель, на меня произвел больше впечатления. Покажу вам рынок. Вопреки распространенному мнению, Венеции не стоит дороже то, что, скажем так, покупают итальянцы, покупают местные жители. Рынок Венеции и фрукты, овощи стоят столько же, сколько на нашем рынке. Не дороже. А вот, например, белые грибы я засняла перед тем, как садилась на пояс. У нас есть там магазин, где можно купить даже трюфель. Ну, конечно же, не в свободной продаже, его нужно заказывать. То есть там очень хорошая выборка продуктов. Вот, например, белые грибы там стоили слегка дороже на пару евро, наверное. А вот Венеции на рынке, этот рынок рассчитан, конечно же, на местных жителей, не на туристов. Цены такие же. Пообедать в Венеции, в общем-то, тоже стоит примерно столько же, как пообедать не в Венеции. Обожаю узкие улицы. Ну, я думаю, что мои зрители об этом знают. Я всегда, всегда стараюсь отойти куда-нибудь в сторону, найти что-то интересное. В этот раз, кстати, я нашла служебный вход в казино, в знаменитое казино венецианское. И узнала, что это казино принадлежит, точнее, доход с этого казино. Ну да, оно и принадлежит, получается, городу Венеции. И весь доход поступает в казну города Венеции. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Напоследок хочу показать вам кадры, которые мне удалось заснять, когда я побывала в Венеции. Ну, наверное, одну из первых. Когда наш регион еще был закрыт, когда только-только сняли карантин, и можно было передвигаться внутри собственного региона. Я была одной из первых, кто оказался в Венеции. Я совершенно точно была одной из первых людей на этой планете, кто заснял и увидел Венецию практически пустой. Надеюсь, что никогда больше такая возможность у меня не появится, прежде всего потому, что не появится для этого повод. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, желаю всем бодрости, хорошего настроения. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.